всем привет всем лаградкам и сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием to the moon соответственно наливаем чок и сажимся поудобнее сегодня у нас будет атмосферно пиксельный драматичный контент и собственно и в прошлой серии мы оставились на том на достаточно прикольным таком эпичном моменте в этой игры как нашу доктор золин вспомнила что оказывается проблем то заключается не в самом вот этом джиме джинни или как его там джинни по моему джинни кто ты такой и джови но не джови или джой брат близнец джонни вот он джонни точно он джонни а я уже забыл короче как обычным справа в верхнем углу у нас вот тут вот аннотации есть по прошлой серии лучше посмотрите ее чтобы примерно понимаешь вообще происходит на то каждый раз вспоминать ну короче эпичный момент у нас был все все замечательно но по вообще может быть у нас скоро откуда я знаю здравствуй дни у морфис кто это его дебил да ну так как будто кто-то тут есть так окей а слушай слушай чтобы ты там не задумал остановись мы можем не за что хочет джонни но мы знаем что он не хочет чего он не хочет они хочет он именно того что ты делаешь уже сделал инил я как будто знал то что это она почему бы тебе не выйти замечательно почему мы такую херню можем делать ладно выходим чё поделать я на самом деле только был за в прошлой серии за то что она делает есть честно мы все-таки работники и у нас работа такая ну вот извините что пришлось использовать вас уже ваши воспоминания немножечко их поубивать окей не в итоге она должна по идее стереть вот и йода или чего именно что ты не сделала расслабься она просто куда-то ушла куда она ушла я смысле он пытается что-то сделать я пока не понимаю знаешь отрезать меня от управления чтобы накормить оливками это одно но это совсем другое прости но если ты продолжит тупо сбрасывать память это ни к чему не приведет так что это единственный выход прошу тебя доверься мне и пожалуйста успокойся и подожди тогда давай уже заканчивать ты куда мне нужно еще кое-что сделать позерство не обязательно визуализировать дверь дел ты чего какой-то сезиментальный стал почему-то так печешься за это забыть у нас нет времени так ну и как я помню по моему скоро будет концовка все будет хорошо друг не обернись ладно ладно это чуди да да подожди это так ее тут уже нету хм привет 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 у меня тут ее нету привет из комарову так сказать да без обид пацан процесс уже пошел а чё она еще хотела сделать то мне интересно пошли а то все хорошие столы займут да они и так все одинаковые господи не джоу я прав те что ближе к кухне пахнут лучше не подожди не джоу я прав те что ближе к кухне пахнут лучше о джонни подожди она оставила в живых у этого брата что ли серьезно точно и оливки всего в двух рогах оливки прикольная тема так то это гораздо лучше чем его вот эта вот трогательная судьба которую он испытывал не оправдывайся тем что спасла его он всегда сможет найти другую и вернил ну брат но брат у него всего один давай надо двигаться ну так то хорошая тема между прочим я только за как по мне это гораздо лучше нежели то что он пережил конечно все понимаю первая любовь все дела но первая не значит последняя ну ладно а вот брат действительно это семья ну вот у нас тут играет грустненькая музыка я тогда пока помолчу все те кто пьют чаек либо же едят приятного чаепития и приятного аппетита а пока послушаем музыку надеемся то что она не авторная если будет авторная музыка то он видимо придется ее либо обрезать либо заменять на какую-то другую не бойтесь у меня много есть грустневых музык песен или еще какой-нибудь херни а я буду писателем а я пожарным а кем будешь ты джуни я астронавтом ну скажите мне то что неправильно они сделали вполне себе хорошая вещь а что девчонки ну скажите мне то что неправильно они сделали То, что поменяли ему, кстати, там на стере нарисовано, на заднем фоне Вполне себе хорошо, что... А он что, вместе со своим другом хочет полететь на Луну? Слушай, только не говорите о том, что это сейчас концовка будет Я же вроде в прошлой серии смотрел, там вроде не сразу она будет Так, ладно, я, конечно, все понимаю, но молчать полтора часа это тоже такое себе Песня, конечно, прикольная Мы пока тогда... Хотя, да ладно, можете потом где-нибудь там в МП-3 формате где-нибудь там посмотреть Или МП-4? Не, МП-3, я все правильно сказал Ой, ладно В общем, мы смотрим, получается, его из мини... О, кстати, вот это синево, вот эти вот растения, вот этот цветок, видите, он остается тут Это из того воспоминания, то есть они как-то поменяли действительно его Неладно Я так и не понял, а кто вот этот вот его друг, блондин, который рядом с ним? Ну он просто максимально пикселизированный, я даже не могу разобрать его лицо Хотя, возможно, это какая-то фича такая В общем, как мы видим, его приняли вот эту вот службу астронавтом И вот он счастливый туда едет Прям смотри, как сильно поменяли ему это настоящее прошлое и будущее во сне Действительно, видит хороший сон И он избавился от того момента, когда его брат умер Ну очень хорошая, на самом деле, и вещь Не понимаю, почему доктор вот этот вот... Как его? Вотс был против вот этой всей херни Ну серьезно, я понимаю Окей Так у него получилось Удивлен А как же у нас... А как же, у нас всегда все получается, потому что мы молодцы А, это она говорит Да какого же фига Не могу сказать, что все получилось Ох, Неной, мы же в НАСА Времени у нас немного, давай хоть осмотрим тут все Нахеренно мы осматриваем Так, я прям тут... А, подожди Мне опять нужно мемента найти? Зачем? Мы же уже все сделали, мы же молодцы Подождите здесь, пожалуйста Сейчас кто-нибудь придет и покажет вам все тут Окей А вон, кстати, мемента Окей На Луну История неудачника, которую хотел стать астронавтом Ан, автор Джоуи Валс Или как его там Поверить не могу, что кто-то купил эту хрень Это же нереальный мир, Нил Серьезно? О чем? В чем плохо? Ну ее, похоже, он не очень... А, подожди Ну ее, он, походу, не очень любит этот рюкзак Мм, в смысле? Золотанный рюкзак Не, даже так? Ну окей Что, мы тут прям все-все-все будем осматривать? А зачем мы собираем вот эти вот мементы Вот эти все воспоминания? Мы же, как я понял, и так можем Вообще спокойно тут перемещаться во времени Ну ладно Странная вещь, конечно В угоду геймплея, игры, так сказать Странная нация, если честно Смотри, какие тут двери, блин, крутые Блин, футуристичные, открывающиеся И что такое? Да в смысле, я не успел Дай зайти А, это лифт Хм Это со мной что-то Или лифт меньше, чем должен быть Так, давай второй этаж Мы на первом были Так, а он с нами теперь Уходит, да? Окей Нам по всем этим четырем этажам Нужно найти мементы Это центр управления полетами Зачем вам это все показывать, интересно Сегодня здесь пустовато Это воспоминания, или как эта херня называется Кстати, где мы сейчас? Ну Ну, почти уже старик Ну, точнее, как старик Я не знаю, сколько тут примерно ему Тут, по идее, ему должно быть Ну А, подожди Тут он подросток Тут он уже взрослый То есть, допустим Где-то ему в районе 30 Плюс-минус Вот тут, наверное, 40 ему уже лет Ну, больше 40 А тут больше 50 Или нет Или как? Или чего? Или я что-то не понял Да, давай, давай В лифт Я хочу в лифт В лифт Открой Спасибо Так, он тоже сюда идет? Так ты думаешь, что высадка на Луну в прошлом веке была? Давай не будем, Нил Не будем Так, окей Ну, третий этаж давай На первом мы были Так, подожди Нам еще нужно мементы где-то найти Ну, че? Че, как оно вам? А это центрифуга Если повезет однажды Вы зненавидите ее Если повезет Однажды возненавидите ее А, да Крутящийся херь И не здесь Ты сейчас о чем? Пошли У нас мало времени Да Какие-то опять твои эти приколы Че не здесь-то? Почему мне даже не говорят? Че за фигня? Так, окей Центрифуга Это, конечно, все весело Но, че-то Мой центрифу Этот Центрифу Короче, все, ладно Шутка не удалась Центрифужный аппарат Не готов к такой центрифуге Окей, хорошо Опа, здорово Ну, у вас превосходные показатели Но мы все равно будем наблюдать За вашим здоровьем Во время тестов И... А ты ничего ему не скажешь, что ли? Или это она говорит? Проходите Проходите Вас ждут уже в другой комнате А, дядя, да Проходите Вас ждут в другой комнате Это я понимать Это я знать Хорошо Идем в другую комнату Которую на... Третьем этаже На каком сейчас этаже? Надеюсь, в реальном нас Лифты побольше Так, третий этаж Четвертый, наверное Да, четвертый Окей А, здрасте Вот он, я Вот он, я пришел, да Молодец какой Буду пока клавиатурой управлять Просто потому, что я могу Шаттл подходит в серьезный ремонт Пока что посмотреть на него Можно лишь отсюда Ух, это нехорошо Должно быть, мы что-то выпустили Нет, тебе надо бы Прокачать того к общению Хм, ну да Че-то она ничего не говорит А вот он, Шаттл Ничего себе Да Знаешь, что самое классное? Что? Самый верх и самый низ Шаттла Вынуждена согласиться Эх, как жаль, что у нас Не всякие способны Видеть эту особенную красоту Точно Особенно верхушку Носового Обдикателя Когда его отремонтируют Он, наверное, уже будет выглядеть По-другому Да уж Спешите видеть Спешите видеть, окей Так Куда мне идти? В какую другую комнату? Мне еще нужно Шаттл проходит Сергию за ремонт Ииии Шаттл проходит Сергию за ремонт Понимаю и осуждаю А где мне найти Мемента? Я даже Мемента не видел Подожди Неужели на первый этаж надо? Может я тогда В прошлом Может я Не был на первом Может я на минусовом был? Ну-ка Давай посмотрим Э, точно Сюда же еще Надо зайти Здрасте Вот он я Интересно На нас и правда так выглядит Наверное нет Тут же все собрано Из представлений Джонни А, да Обозданных фактов Запятанная личными домыслами Ну да Во-первых Наверняка Не выглядят Вот эти вот Двери раскрывающие Как в Звездных войнах Это конечно вряд ли Все равно страна Слышишь Слышать птиц Ну и не видеть их Да ничего страшного В каждой игре Такая тема Прости, Нил Я и правда думал Что все получится Что? Его не взяли что ли? Это комната отдыха Это Дэвид Руководитель экспедиции Приятно познакомиться По крайней мере По крайней мере Он в НАСА Так ведь? Думаешь Он пойдет до конца? Даже если так У него ведут годы На подготовку к полету Давай быстрей Найдем последнее звено Не хочу пропустить Концовку И Ну видимо Плохо с речку Там На обратной связи Что происходит? Мы выпали из времени? Я Я не знаю Нет Просто речку На что ты ходишь? А Она тоже полетит Да? А вот и еще Один кандидат Ривер Да? Добро пожаловать На борт Здравствуйте Я Джон И вот она Последняя Наша ячевичка Фух Я даже подумал Что она Какого фига? Ева? Ты же Не удалил? Ты же ее удалила? Нет Я же говорил о тебе Просто переместила Как она прожила свою жизнь Это было и ее дело А это новый мир Основанный на открытых данных И собственных мыслях Джонни А так как данная личность Ривера отсутствует В общем Домене Домене Это все О Джоне В смысле И ну даже так Это только увеличило Количество Несостыковок Как ты могла быть уверена Что все получится Я не Я и не была уверена Я надеялся Да? Все могло очень Плохо кончиться Понимаешь? Ты никогда не умел Расковать Нил Скажем так В этот раз Я выиграла Какая странь У нас еще осталась Пара лишних шлемов Да? Думает Джонни Понравится компания А она хочет Именно его что ли? Ну окей Ну это на самом деле Немножечко жестоко Показывать ему Такую тему Ну ладно Только не говори Что ты сейчас Будешь еще говорить А что еще? А что еще? А он типа Тут играет на пианино Что ли? Некей Ну что Сердцебиение Не дает мне покою Он успеет вообще Это все сделать? По видему Он этот сом сочинил Довольно однообразно По-моему А как называется? На луну вроде Мне нравится Ну в смысле Однообразно По-моему Все такие вот Мелодии На пианино Фортепиано Или еще На какой-нибудь херне Они всегда однообразны Ну Там по сути Импровизируют А не Что-то такое Дельно играет Хотя Откуда мне знать Я особо на пианино Так не играю Так окей То есть они всем Вообще шлем отдали Да? А у тебя есть шлем еще? Или я это все не увижу? Не Все увижу Все замечательно Окей Кстати тут она Зеленая теперь Была вообще красная Нет Даже не оранжевая Не ну и красная Или оранжевая Не знаю Да они в итоге Полетели на луну Или как? Или они все это время Готовились Несколько лет Причем Он вот тут Где-то был И сейчас вот тут А вот вы где Вам бы отдохнуть Как следует Завтра великий день Полет на луну Как-никак Интересно Это первый полет На луну Либо же Какой же будет По счету Ну вот Мне вот интересно Какой-то полет уже Ну вообще На самом деле Без понятия Если великий день То значит Первый Так А вот это у нас Уже концовочка То что все Даже на мосту Стоят и смотрят Хотя Я не удивлюсь Если бы и сейчас Смотрели Так окей А здравствуйте Вот он я Куда мне идти Ну да Дофигища людей Так все собрано Пап Я тоже хочу Быть астронавтом Когда-нибудь Сын Может ты будешь Мда Ну о чем Да-то Раньше Была такая Нефиговая мечта Быть астронавтом Не видел бы ты его Когда мы в школе Учились Клянусь Он не дает Себе передышки Он шел К этому Как танк Как будто Это для него Единственная цель В жизни А что ты скажешь Ты верил Что у них получится Ха А ты Нет Зная ее Я не думал Что у нее получится Но похоже Я ошибалась Ну и это И к лучшему Не так ли Да Я счастлив За них А вы знаете Что это Мой брат В шаттле Вау Ага Когда-нибудь Я об этом Книгу напишу Не с таким Счастливым концом Хотя Может потом Перепишу Да Конец Я не такой Счастливый Эм Доктор Уоттс Спасибо Ночью была Пара моментов Когда я думал Что мы потеряли Джонни Думаю Он осознательно Держится Чтобы дождаться От вас Результата Что ж Терпение у него Ангельское Действительно Надеюсь Она того стоила Проходите Ваша коллега Уже ждет Да 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 Конечно Ждет Она меня Блин Куда ты Забралась Алло Коллега Я подумал Отсюда Будет Отличный Вид Хорошо Что Хоть Движение Перекрыло Да Конечно Все Как по Настоящему Так Окей Ну что Поехали Сколько У нас на Время Уже Прошло Поехали Двадцать Минута Вся наша Работа Готов К пуску Отложить Да Конечно Готов В смысле А почему Отложить Поднимайся Зачем А почему Бо и нет Опять Мяс Попыт Чего Парпета Столкнешь Опять Мяс Парпета Столкнешь Возможно И цволочь Нави Это Того стоит Давай Давай Это Она руку Мне так Дает Давай Да Даю Даю Все Я Я Все Я тут Уже Где я Покажите Меня Ну что Кто Будет Считать Отчет Явно Не мой Будильник А то Несколько Несколько Раз Старт Скажет Так Ну что Слушай А их тут Пятеро Да в принципе Нормально Наверное А сколько Вообще Летает Астроном Вот Вот Насколько Вот Я и Не знаю Вот этого Всего Сколько Летает Астроном Опа Что это Не так Случилось Или Что это Было А У него Все Плохо Понятно Со здоровьем Вообще На самом Дель Потому Что Когда Нибудь Я подружусь С одним Из них В смысле А я пока Не понял Все Хорошо Или Как Не А это Типа Двигатели Так Да Что Народ Мы Это Сделали Ура Нам Наконец Ски Мы Это Все Сделали Может Быть Это Концовка Уже Всего Этого Он Даже Дняника Получается Сборит Смотри Как Даже Через Эту Ограду Смотрит Ну Поднимай Ну короче Вы меня Поняли Да Вот Птички То Что Тут Летают Это Наверное Не Очень Весело Хотя Я Не Уверен Наверное Их Отгоняют Я Конечно Точно Не Скажу Ура Он Взлетел Вроде Как Все Нормально Или Там Должны Дождаться Когда Воробит А Почему Ты Стоишь Ты Че Задумал Ну Ладно Это Концовка Что Ли Все Кончилось Хорошо Я Все Правильно Понял Ну Да Видимо Раз У нас Пошла Музыка Такая Нам Показывают Вот Этот Вот Маяк Которого Они Как-то Обазовали Почему Вообще Не Понимаю Почему А Все Понял Почему Понятно Потому Что Она Видела Там В Небе Маяки Другие И Назовала Их Своими Именами Какими Понятно Окей И тут У нас Флешбеки Пошли Как Они Настраили Дом На этот Раз У них По-моему Его Нету Ну Мне Нравится Такой Искут Событий Подожди Они Все Таки Там Достроили Его Что Или Что Он Умирает И Типа Нам Говорят Успеет Ли Он Долететь До Этой Луны Видимо Не Особо Успевает Да Давай Хватай За Рю Все Нормально И Еще Ну Вот И Приплыло На Джоне Видимо На Этому И Действительно Концовка Эй Да Автор Режиссер Скажем Ему Спасибо Хотя Это Не Он Сделал Игру В 4 На 3 Фиг Знает В Каком Разрешении Которые Нельзя Поменять А Зато На Нинтендо Свитч Он Сделал В Ложди Разрешение Ну На Компьютер Он Почему Не Захотел Это Все Выпускать Отчего Ему Мою Огроми Дешевлен Спасибо Ну Это Так Мои Бомбежи На Оригинальный Пиксель Арт И Иллюстрации Все Вот Этого Дела В общем На этом Мы Закончили Смотрите Как Идеально Прям У меня По Финальчику Вышло Там Блин Ну Да Конечно Айфон Еще Не Хочется Работать 27 Минут Идеально В общем То На Этом Все Спасибо За Просмотр А Ну Ты Че Я Еще Должен Отзывы Сказать Я Я Не Настолько Раним У меня Достаточно Сложно Растрогать Но История Достаточно Приличная Достаточно Прикольная Живые Персонажи Допустим Вот Доктор Розалин И Вот Доктор Лотц Они Действительно Такие Достаточно Живые Персонажи Тоже Прикольные Сначала Я подумал Что Это Вообще Игра Будет Как Этот JRPG Или Как Так Это Называется В итоге Нет Это Оказалось Поланс Сюжетная Игра В общем Финальчик У нас Туза Мунщика Мне он В принципе Понравился Но Не Советовать Его Посоветую Но Это Только Тем Людям Которые Готовы Пережить Вот Эту Сю Херню С Разрешением Если Честно Я бы Посоветовал Вот Эту Игру Только Если У тебя Есть Нинтендо Свич Там Это Full HD Там И Пиксели Немножечко Получше Сделали Ну Графику Немного Получше Сделали Вот Тут Я советую Прямо Дуже Играйте Не Пожалейте А Вот Тут Хотя В принципе Это Ну А Че Такого У нас Даже Че За Титрами Будет Ну А Че Нет Пока Тут Разглагольствовал У нас Топ А Титры Ну И Все Вот Похранили Вместе С Его Женушкой Вот Он Спасибо Теперь Бегите Ну Все Окончилось Замечательно Как по мне Все равно Не могу Поверить Что Джинни Вот Так Просто Звещал Дом Лили И А кому Еще Его Звещать Нам Ужасное Место Для Погребения Все Таки Если Случится Оползень Они Станут Кормом Для Рыбок Я Думаю Уже К тому Времени Ничего Там Не Будет Не Останется Как То Ты Торопишь События Ну Не Тороплю Клевый Звонок Алло Это Ева Она Не Розалин Я Ее В Смысле Только Розалин Уже Едем Новый Пациент Новый Пациент Поехали Так Машина Сломана Куда Ты Поехал А у него Все Так Какие-то Прикулы С Этой Болей Какие-то Которые Нам Особо И не Рассказали Что Происходит Эпизод Один На Луну Выполнил Какой Я Молодец Так Ну Теперь Это Точно Концовка Присоединяйся К сам На Фейсбуке Твери В Общем Ладно Игрушку Оригинальный Саундтрек HD Можно скачать На Понятно В общем Все На этом Точно Конец Всем Спасибо За Просмотр Подписывайтесь Ставьте Лайки Комментируйте Рассказывайте Друзьям Смотрите В аннотации Ставьте Колокольчик И всем До скорых Встреч Всем Удачи И всем Пока